Торчлайт 2 Главным боссом первого акта игры Торчлайт 2 Как вы можете заметить, я практически все статы вкладывал в стойкость У меня получился очень толстый танк и в нем очень много брони Но если честно сказать, то это весьма сильно отразилось на его уроне По сравнению с прошлым видео я ввел в свой билд несколько изменений Во-первых, сейсмический топот я раскачал до пятерки И то есть у меня появилось первое преимущество Первое преимущество, которое увеличивает радиус действия сейсмического топота с 4 метров до 6 Таким образом территория поражения сейсмического топота увеличивается И соответственно я могу намного больше врагов оглушить и поджечь одновременно А также я убрал из своего билда способность конденсатора Она оказалась не слишком полезной на первом уровне И соответственно я ее вкачаю возможно позже Но зато вместо этого в первой ветке я вкачал себе удар милосердия Дело в том, что мой сейсмический топот он оглушает очень много целей И если я бью простыми автоатаками по этим целям То раз в секунду я наношу дополнительный урон электричеством Который наносит просто колоссальный урон По сравнению с тем, как я обычно бью своей автоатакой И удар милосердия позволяет мне компенсировать тот недостаток урона Который я испытываю за счет того, что я стал очень толстым Во второй ветке я вкачал себе робота медика до пятерки И таким образом получил первое преимущество Которое позволяет роботу медику не только лечить меня Но и восполнять мою ману Плюс ко всему он восполняет не только мою ману Но и ману моего питомца И у нас, у меня и у моего питомца теперь нет никаких проблем с маной вообще А также во второй ветке я вкачал себе робота артиллериста Пока чисто на пробу Я думаю, этот робот позволит мне компенсировать недостаток урона на больших паках И в бою с большими боссами Ну и конечно же во второй ветке я продолжаю прокачивать способность бастион Которая уменьшает физический урон по мне и увеличивает количество моей брони В третьей ветке я особо ничего не менял Но взял себе конвертацию заряда Это позволяет мне лечиться тогда, когда я расходую любое количество зарядов То есть по сути у меня теперь несколько хилок Конвертация заряда лечит меня тогда, когда я расходую заряды Робот-медик лечит меня раз в 9 секунд А также мой питомец иногда использует способность общей излечения Это довольно-таки рандомно Но зачастую это позволяет не столько вылечить меня, сколько вылечить его Потому что питомец проседает намного чаще Ну и конечно не стоит забывать о банках Банками я тоже лечусь, куда без этого Так, ну давайте потихоньку перейдем к бою с самим боссом Ну во-первых стоит сказать, что этот бой вызвал во мне ностальгические нотки Поскольку здесь очень много синих и фиолетовых тонов Это напомнило мне те времена, когда я играл в Burning Crusade в World of Warcraft Ну и плюс ко всему вся эта вот оскверненная тематика То есть из главного босса вылезает как будто бы демон Это напомнило мне те времена, когда я рейдил во времена Пандарии Вот Не сказать, чтобы те то были лучшие времена, но ностальгию все-таки вызывает Босс по сути вообще своей, он очень такой анимешный, хентайный я бы даже сказал Очень много щупалец вылезает В самом центре платформы большие щупальца, которые будут бить по вам Если вы подойдете очень близко, плюс ко всему Регент иногда вызывает на платформе на самой щупальце Я подбегал к ним и топал с висмическим топотом Для того, чтобы вызвать на них эффект огня И таким образом сжигал их, чтобы они там не стояли и не торчали и не мешали мне Плюс ко всему, регент вызывает адов Ады иногда меня пытались окружить и они нас так подамажили, что я чуть не офигел Поэтому я старался не состоять на месте и постоянно бегать по кругу И когда я бегал по кругу, я опять же топал своим с висмическим топотом Все ады, которые бежали за мной, поражались огнем и потихоньку начинали выгорать Сам же регент использует несколько способностей Это какие-то выстрелы, которыми он стреляет Некоторые как молнии бьют сверху Иногда он призывает оскверненного стража, который бьет одним сильным лучом Ну и плюс ко всему всякие шадоу болты в вас летят Но на самом деле никакого серьезного урона все это дело не наносит Единственная способность, которая действительно сильно может продамажить Это когда вы подходите к нему очень близко И он заряжает такой мили урон В это время нужно отбежать ему за спину лучше Потому что если он попадет по вам, то может просто снести половину вашего хп Сложность этого босса вызвана тем, что у босса очень много здоровья И мне потребовалось около 12 минут, чтобы его убить В основном я, конечно же, подбегал к нему топол Но топот не наносит слишком много урона по соло цели По большей части это АОЕшка, которая хорошо выражает себя Когда наносит урон по большому количеству целей Босс, конечно, очень красивый На самом деле он мне визуально понравился больше, чем многие другие боссы Поскольку многие другие боссы, они просто, скажем так, промежуточные Это второй большой босс Капитан Грелл был неплохим боссом Этот еще лучше Я надеюсь, что следующие боссы будут еще более запоминающимися И еще более красивыми Потому что других боссов я не видел Я вам честно скажу, Torchlight 2 я купил очень давно А еще у меня была скачана пиратка Но я не стал ее проходить, потому что я решил так Когда-нибудь я пройду ее на хардкоре Я должен буду это сделать И поэтому не стоит сейчас ничего проходить Просто нужно будет пройти это все на новых, свежих впечатлениях С тех пор я стал несколько иначе смотреть на игры И несколько иначе вообще начал смотреть на экшн-рпг в целом Но в любом случае, главный вывод, который я для себя сделал в этом боссе У меня мало урона Реально, я наношу мало урона С другой же стороны, я все равно победил И, соответственно, победителей не судят В любом случае, я надеюсь, что второй акт будет намного интересен И он сможет дать мне такие же впечатления, как первый акт Игра замечательная, ребята Просто шикарная И советую вам всем в нее поиграть Если вы не играли Если вы любите экшн-рпг так же, как люблю я То поиграйте, если не на хардкоре, но хотя бы на уровне сложности мастер Это дает совершенно иные впечатления Нежели вы будете проходить ее на легком уровне сложности Ну что ж, надеюсь, было интересно Всем спасибо за просмотр, братишки И всем пока! Кликом и черным сердцем Ордрока Чернокнижник завладел эссенциями двух стражей Оставшиеся стражи обитают в пустошах вокруг Зарифеша И нет сомнений, что именно там Чернокнижник нанесет свой следующий удар Вы должны дать ему отпор, пока не пал еще один сталь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok